Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сейчас уже пора готовить почву для посева и для посадки огурцов в теплицу. Особенно тем, у кого чуть потеплее, чем у нас в сибирском регионе. Вот я сейчас, сегодня у меня огуречный день, я буду рассказывать все вам про огурцы, потому что погода работать на улице не дает. В помещении работа уже почти вся закончена. Я сейчас нахожусь в теплице, в которой у меня стоит рассада для открытого грунта томатов. И вот именно здесь мне нужно будет приготовить почву для огурцов. Но так как мы высаживаем чуть-чуть попозже, я буду садить только 20 мая, у меня есть время подготовиться. Если кто еще не готовил почву под огурцы, я сейчас расскажу, как можно ее готовить, что нужно сделать обязательно, а чем можно пренебречь, если нет времени. Почву под огурцы готовить нужно обязательно. Именно я имею ввиду обработка от болезней. Но тут может каждый выбрать свое. Есть же у нас и термическая обработка, самая простая, биологическая, химическая. Но все это нужно делать заранее, за неделю до посадки. Вот сейчас я, через два дня у нас будет потеплее, я эту рассаду выброшу на улицу, а здесь буду делать грядки для огурцов и буду готовить почву. Если вы не хотите никакие препараты на участке использовать, можно просто термическую обработку, то есть ошпарить землю кипятком, накрыть пленкой и подождать. 50% бактерий и микробов уничтожаются, уничтожаются даже вредители при такой обработке. Но, конечно, более эффективная обработка, это биологическая, тоже без применения агрохимии, с помощью фитоспорина. Вот сейчас есть более новые средства, аллерин, гомаир и другие. Если я потом подробно о них расскажу, не буду сейчас вдаваться, но намного эффективнее, чем термическая, все-таки вот такая биологическая. Это профилактика грибковых заболеваний, различных корневых гнилей. Но если у вас в прошлом году здесь было какое-то заболевание, особенно если у вас погибли здесь какие-то растения от болезней, то обработать лучше, конечно, уже фунгицидами более крепкими. Многие в таких ситуациях обрабатывают медным купоросом. Медный купорос 1 столовая ложка на 10 литров воды и прям проливают, как при поливе, почву. Но после такой обработки желательно через неделю все-таки снова полить фитоспорином, чтобы заселить почву полезными бактериями. Потому что при вот такой медь содержащей обработке убиваются и плохие, и хорошие, все убивается. Можно просто обработать землю раствором марганцовки. Сейчас примерно расскажу дозировку. Если марганцовка 2 грамма на ведро 10 литровое, фитоспорин добавляют 1 столовую ложку на 10 литров. Если медный купорос более крепкий, 1 столовую ложку на 10 литров, а более слабый можно чайную ложку на 10 литров. Все вот эти обработки, начиная от кипятка и кончая медным купоросом, мы делаем только для того, чтобы высадить или посеять огурцы в чистую, свободную от патогенных бактерий почву. Только тогда наш огурец будет здоровым, крепким и даст нам хороший урожай. Потому что огурцы очень капризны, они очень нежны и восприимчивы к различным заболеваниям. Если останутся грибки с прошлого года, если особенно вы здесь уже выращивали огурцы, и они чем-то у вас болели, например, была какая-то корневая гниль или еще что-то, то обработка обязательно. Вот у меня в прошлом году уже многие спрашивали, что с моим огурцом, он растет не так, то не растет, то там у кого-то листья желтеют, у кого-то еще что-то. В большинстве случаев причина это грибковые заболевания, то есть вот эти патогенные споры, которые остаются с года на год. Никто у нас, ну, я не говорю, что никто, многие у нас совсем не обрабатывают землю, добавили перегной, посадили огурец и все. Обработка все-таки нужна, хотя бы малейшая, хотя бы марганцовкой. Помогите своим растениям, обеззаразьте землю с прошлого года. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это как обработать землю перед посадкой огурцов в теплицу. То же самое делаем и в открытом грунте. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok